Двери большинства самарских предприятий открыты для стажеров. Об этом говорили в региональном штабе ОНФ. Каких успехов добились в сфере дополнительного образования в Самарской области, узнаем из нашего сюжета. В Самарской области по специальности работает только треть выпускников вузов. Дело в том, что во время учебы многим из них не удается поработать по профессии. Цель социального проекта ОНФ профстажировки 2.0 – дать возможность студентам пройти практику по специальности. Всего в регионе более 50 высших учебных учреждений. Но возможность практики готовы предоставить только два опорных вуза региона – Самарские технические и Тольяттинские университеты. Формируют очень хорошую базу, которую с помощью активистов ОНФ и экспертов ОНФ через программы практик, стажировок, через раннюю профориентацию мы сможем сделать еще более эффективно. По программе ОНФ профстажировки 2.0 Самарская область в лидерах. Свыше 60 предприятий разместили на специальном сайте профстажировок свои задания. Студенты, успешно выполнившие проекты, получат возможность пройти практику. За лето в проекте уже поучаствовал около 500 человек. Мы сегодня на территории региона смогли внедрить непрерывную линию от образовательного учреждения до предприятия при условии, что у нас наше студенческое сообщество, наше молодое поколение, оно постоянно учится. Самарские предприятия заинтересованы в притоке молодых талантливых кадров. Самыми активными партнерами программы стали предприятия пищевой промышленности и связи. Уже есть договоренности и в сфере ракетно-промышленной отрасли. Одно из важнейших в Самарской области. Никита Борисов, Григорий Плешаков, События.